И всем привет! С вами Игромания. Я Василий Копейкин. И это Call of Duty Infinity Warfare. Сегодня мы продолжим с вами проходить кампанию. Остановились мы вот на выборе. Когда нам дали выбор из побочных миссий, там штуки 4 или 5, по-моему, было. Как видите, я уже выбрал вот одну. Ох, как страшно-то я выгляжу на картинке. Ладно, пожалуй, я больше стрим смотреть не буду. Так, миссию-то я выбрал, но никуда не улетел. Дали мне снайперку. Сейчас давайте будем пока садиться. Роман спрашивает, что мы будем завтра есть. Завтра, кстати, очень интересный стрим будет по сошел-витингу. Там будет небольшой сюрприз, потому что у нас совпали две немаловажные даты на самом деле. Стрим по сошел-витингу и еще одна интересная дата. Завтра вы, кстати, об этом узнаете. Я думаю, все будет топово. Все настроим, все сделаем. Все будет круто, друзья. Приходите, смотрите. Качество, качество плохое. Качество чего? Картинки? Вроде не должно быть. Все должно быть прекрасно. Да, я все время забыл, что можно еще нажать старт. Воу. Графиней. Полетели. Так. Идеальное качество, плохое качество. Я смотрю, люди не могут определиться. О, тихо. Мы тут в материале. Мне нужно ее прикрывать, да? А я не хочу быть за тобой, я хочу быть впереди. Ты же не против? Прямо по курсу, где транспорт противника? Укрываемся, продолжаем движение. А, вон он. Спокойный. Холю, не боюсь. Круто. Слушайте, очень интересного будет. Понял, пропускаем транспорт. Ох, еще бы они были повернуты ко мне не пятой точкой, и все было бы прекрасно. Ну ладно. Вроде... А, у нас же снайпер, все нормально. Окей, летим дальше. Скажи, это все Twitch? Да, это все Twitch. Мы тут ни при чем. А вы-то думали. Мы тут вам плохое качество настраиваем, конечно. В укрытии. Специально. В укрытии. А? Чисто, вперед. Минь пролетел. Не один пролетел мимо. Трупики в космосе. Слушайте, а это весело. Они так прикольно летают. Да. Да. Ну ладно. Да, вот тут подсказывают, что если качество недостаточно плохое, то мы его, в принципе, можем ухудшить без всяких проблем, если вам вдруг нравится качество еще более худшее. Так. Кстати, а когда вам завезут диск с Final Fantasy XV? Я так подразумеваю, что когда она выйдет, скорее всего, и прямо на старте, мы постараемся вам ее постримить. Понял, Брукс. Занимай оборону и ставь заряды. Воу. Какой там корабль. Осторожно, прожектор. Не высовываться, прожектор. Можно идти. Можно идти. Ну, пойдем. Так. Он такой пытается бежать, но понимает, что, в принципе, это бессмысленно наблюдает цель. Да, и то я-то их не наблюдаю. Вижу их. Два техника по обшивке. Два охранника. Можем знать их отсюда или подойти поближе. Решай, Рей. Так, мне решать. Давай их, наверное, отсюда с ним. Что-то делать тут уж. Стой ты. Еще минус один. Еще минус один. Так. А, то есть она убила только одного. Отлично. Молодец. Прикрыл меня. Спасибо тебе, родная. Электромагнитная. Рукс газ. Гасим их движки с помощью ЭВИ. Так, электромагнитная. Отлично. Все. Вроде поставили. Понял. Все назад. Взрываю. Взрывай. Вон там минус. И здесь тоже минус. Отлично. Двигатель, видимо, выведен из строя. Возмездие, это главный. Цербер выведен из строя. Цербер выведен из строя. Ай. Что это было? Что это было? Они уже вылетают. Вверху патрули. Я ранен. Я понял. Спасибо. Идь. Сорвали. Умри. Так. Что ж ты будешь делать-то? Я ж попал в него. Как не попал-то? В смысле? В смысле? Что ты будешь делать-то? Так. Играть с геймпада в колду. Ну что ж поделать. Надо, пожалуй, спрятаться. С каким-нибудь укрытием, например, вот сюда. Так. Откуда по мне стрелька? Сзади где-то. Сейчас мы их разберем. Что там с последним? Для сим не выдали на мафию? Третью случаем. А, для СМИ. Для СМИ. Мафию для симки, да. Ага. Мафию на андроид мне выдали. 20 раз. Прощай. Братюня. Так. Слушайте, а вот это вот, кстати, прикольно. Выстрелил в оружие, оно начало крутиться. По физике. Прям круто. Правда, оно, в принципе, в космосе не должно вообще никак перестать крутиться. Но здесь оно почему-то перестало. Почему? Я не могу. Ниже прицелиться. Что никак. Зарядка. Оп. Неседули. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это, кстати, тоже круто. Прицепили гранат. Разные добивания. Прикольно. Да что ж ты будешь делать-то? Так. Подождите. Подождите. Притормозите. Не та кнопка. Бывает. Так. Вася, нафига ты в космос полез? По стероидам ходишь. Тебя камней в России не хватает. Конечно, не хватает. Крампус. В России не такие камни, как в космосе. Странно. Вернитесь в бой. Скорее всего, именно из-за этого я не могу нормально прицеливаться. Вася. Вася. Он все еще жив. Теперь нет. Так. Вася. Вот. Еще минус один. Так. Вот где-то тут еще около хвакштока. Так. Теперь-то еще все? Или нет? Нет. Еще не все. Еще минус один. Так что у меня, кстати, за второе оружие? Почему я его раньше не взял? Ну да. Где-то выше, что ли? Нет, не выше. Надо было сразу убирать снайперку и просто брать встолет-пулемет и не париться. Да уйди ты. Своими гранатами. Лезет он ко мне. Умри, если ты. Круто. Просто разбили шлем. Почему бы и нет. Так. Вроде тоже мертв. Смотрите, там все летают, все пытаются кого-то уничтожить. Так, так. Вот ты умри. Ох, ножичком его. Отлично, слышите? Сколько здесь всяких разных убиваний. Прям нравится. Так, вроде все. Все вы добили. А, нет, вот еще. Мужчинка, умрите, пожалуйста. Спасибо. До свидания. А будет ли стрим по Call of Duty 2? Не знаю, как насчет второй части. Но ремастер мы на этой неделе обязательно постримим. И я думаю, что его вам постримит Дмитрий. Который, который, Шапилев, который боится террарии и вообще вейпер. Вот. Но мы его очень любим. Поэтому не обижайте Диму. Так. Бу-бу-бу. Ничего не знаю. Ну и что мы ждем? Плохие шутки тут от Дмитрия Кудряшова. Не, подождите. Мне куда-то дальше, судя по всему. Внимание всем! Один-один внутри, движется к цели. Принято! Осталось нет! Прилетим. Внутрь. Так, почему я внутрь не забрался? Так, вот так норм будет. Так, а он взорвется? Да, кстати, взрывается. Прикольно. Мы выберем младшего лейтенанта. Так, что мне здесь нужно сделать? Здесь есть корабль. Хорошо. Прототип корабля. Отлично. Давайте. Покинул точку Х и идем на базу. Минус один самолет. Здесь еще два. Так, а что у нас стрелочки происходит? Что-то, по-моему, ничего хорошего. Захват сбит. Черт. Итан, это главный. Как слышно? Надо подсказать за активностью вооружения Цербера. Как понял? Итан, это главный. Итан, это главный. Я слышу, что у меня там ракет пускают. А, он сам на опережение стреляет. Отлично. Да умри ты уже. Сколько можно за тобой гоняться, наконец-таки? Так, еще полковника мы убили. Тоже неплохо. Так. Кто здесь-то? Почему все по мне так стреляют? Я смотрю, все ненавидят, да? Я не то выпустил. Я не ловушки выпустил, а ракеты. Оу. Оу. У меня есть какие-то большие проблемы. Да хватит. Попал. Слушайте, какие они быстрые-то. Ребятки-то... Так, стой, стой. Умрёшь ты или куда? Ещё минус один. Так, где тут? Сколько вас ещё? Так, асов надо убить. Три из четырёх. Ещё одного надо найти аса и уничтожить его. Это не был не ас, судя по всему. Я так понимаю, что я чаще убиваю какие-то обычные самолёты, нежели тех, которых мне нужны в кусту. Да умрёшь ты или куда? Яс. Всё, вроде всех уничтожили. Можно ещё вот здесь дополнительные пушки уничтожить, которые есть на корабле. Я так понимаю, нашим было полегче захватывать этот крейсер. Да, поехали уже садиться. В принципе, всё, что нам нужно, мы достали. Прототип самолёта у нас. Прототип космического корабля. Остальное нам особо не нужно. Ваше стрелять на упреждение для лохов. Да, да, именно так. Выпускай Кракена, почему бы и нет? Звезда смерти, когда будет? Когда выйдет? Шапку забыл одеть. Скоро появится. Всем привет. Привет, Главр. Привет, Крампус. Привет, Гервант. Привет, Сионис. Всем привет. Присполучен. Прошли мы дополнительно. Операция Феникс. Неплохо. Капитан, лейтенант. Передаю новости из Женевы. Новости из Женевы. Давайте посмотрим новости. Второе в Женеве. Это мы знаем. Бои, вот, говорят, постепенно стихают. Ну, это хорошо. Понятно. Это, видимо, все. Леха жив. Ну, да. Я знаю. Всех Алексеев, которые я знаю, они живы. Да. Что тут можно посмотреть? О, тут есть пульт. Пульт от телека. Кажется, я знаю, чем я буду заниматься. Так, это новость. Другая трансляция. Просторы. Солнечная орбита. Жестокое небо. Дикое синева. Ну, вот, мне вот это вот нравится. Вот такая вот дикое синева нравится. Круто выглядит. Гроза. Правда, у всех тут проблемы. Все расстроены, что в Женеве там все плохо. Шахматы. Ну-ка, а что там вот написано? Кофе дропс. Окей. Так, интересно, здесь можно поставить мант в один ход или как? Даже не помню. Я, кстати, когда-то в детстве даже увлекался шахматами. Мне вроде как обещали третий разряд по шахматам. Но что-то я как-то потом не хватило времени на то, чтобы получить именно разряд. Черные дыры будут в диму Интерстеллар. Вот не знаю, друзья, не знаю. Ничего по этому поводу сказать не могу. По поводу черных дыр Интерстеллар. Но вот пока тот космос, который нам показывает, мне очень нравится, если честно. Давайте посмотрим. Розыск. О, вот кого-то мы тут поубивали. Командование ВВС из кадров внешних. Неплохо так. Неплохо. Вот еще здесь кто-то есть. Младший лейтенант из разведгруппы. Ударной волны одного человека. Ну, это неплохо, неплохо. Или мы их не убили, мы их просто нашли. Потому что я так понимаю, что с Салена Скотчем мы, ну он жив еще, и Акил Мирая тоже жив. А вот остальных я даже не знаю. То есть, ну мы же кого-то убили. Да, статус мертв. Все. Я думаю, вот у этих мы всех, да. Все, кто здесь появились, у них статус мертв. Да. Можно идти и еще одну доп-миссию брать. Почему бы и нет. Играть в шахматы в колде. Почему бы и нет? Почему бы и нет, Лаур? Чем тебе не нравится шахматы? Это же вид спорта, если ты вдруг не знал. Ну, а у нас, кстати, появился сюжетный квест. Но мы же по нему сначала не пойдем. Правильно, мы сначала пойдем по доп-квестам. Почему бы и нет. Ага, вот тут даже сразу два уже около одной планеты доп-квеста. Ликвидировать верхушку, напасть на свалку. Давайте попробуем верхушку ликвидировать, почему бы и нет. Я уже прошел почти всю кампанию, проходя обязательно побочные миссии. Вы мне скажите, это влияет на сюжет или вы имеете в виду, что они сами по себе неплохо сделаны? Потому что я уверен, что они сами по себе и так неплохо сделаны, но мне вот интересно, влияют они как-то на сюжетные повороты, сюжетные изгибы. Шахматы нравятся, но не в колдеже. Что началось-то? Мне нравится, на это ничего не знаю. Знаете, на нее еще сейчас что-нибудь повесим. Скаут. Прицел переменной кратности. Давайте вот переменной кратности поставим. Почему бы и нет. Термоядерный магазин. Быстрое восстановление безопасности на нейтергетического оружия. Даже если оно убрано. Неплохо. И вот это вот тоже было бы неплохо. Тут у нас, я так понял, ограничения-то и нету по количеству. Скар побеждает. Давайте поставим Скар побеждает. Почему бы и нет. Я правда хотел бы Людоеда, но... Микролайт. Давайте микролайт поставим. Это нам недоступно. Улучшение ускорить. Большая длительность форсажа. Больше запас прочности и меньше урона столкновений. Увеличенный урон и запас ракет. Меньше склонность к перегреву. Давайте вот, наверное, вот это поставим. Комплект шакала. Складной щит мне не очень нравится. А, у нас ничего другого и нет. А из боевых. У нас сейчас выбрана шоковая игра. Давайте щейку возьмем и антиграф почему бы и нет. Так. Да. Утверждение выбора. Побочки дают перки. Улучшение оружия на сюжет не влияет. Ну, все равно. Интересно. В этом году сингл кода удался. Красивая графика. Хорошая оптимизация. Неплохой саундтрек. Сюжет, конечно, никакой. На братья однозначно стоит. Ну, не знаю по поводу сюжета. Мне нравится то, что чем-то мне, вот по крайней мере, напоминает Клодить Modern Warfare. К сожалению, не могу уточнить какую часть. Но вот что-то в ней есть такого от Modern Warfare. Плюс еще, да, космос, тема офигительная. Молодцы, что взяли. Мне тоже нравится. Давайте ускоряемся. А мы еще не стартуем. У нас только проверка всех двигателей и всего остального. Отправляйте. Взлет через три, две, два. О, стартуй. Полетели. Кислород 36 процентов. Кислород 36 процентов. Что-то маловато как-то. Они должны быть здесь. Они должны быть здесь. Я смотрю, у нас уже вторая миссия, которая уже на месте. По такому некому стелсу проходит. Воу, воу. Вернитесь в бой. Зайдем через технический люк. Есть. Держись ближе к корпусу. Кто-то не туда улетел, я так понимаю. Бежать вверх ногами вообще топ. Я правда не знаю, насколько вам видно, потому что у меня почему-то яркость очень низкая. Сейчас, простите, давайте сейчас подниму. Яркость, да, что-то она прям совсем-совсем. Вот так вот должно быть лучше. Побежали. Так, хорошая оптимизация. Принудительно снижать текстуры. Это типа оптимизация. К доеду такие. Угу, понятно. Ну, не знаю. Мне оптимизация нравится, но я играю на PlayStation 4, так что у меня вообще к оптимизации никаких претензий нет. Так, мне тут, я так подозреваю, войти в люк нужно. Давай, открывай. Спасибо. А машинку-то не хочешь забрать? Она там может как бы не раз пригодиться, что-нибудь другое взломать. Нет? Нет? Не нужно? Нет? Бежали. Здесь невозможно встать, так скажете. Судя по всему, снайперку я взял зря. Потому что тут, судя по всему, коридора. Ты где? Теть? А ты мне дверь откроешь? А дверь открой? Пусти газ в систему вентиляции, чтобы покончить. А, это... Миссия провалена. Окей. Простите. Не знал. Не думал. Не думал, что так получится. Я не хотел, честно. Честное пионерское. Не хотел, да. Вася в таком маленьком квадратном окошке меня смешит. Чем же? Расскажи мне, пожалуйста. Я хочу узнать, почему я такой смешной в этом маленьком квадратном окошке. В кодах есть настройки каширин, тени, текстуры и тому подобный выход. Но их надо просто выключить. Ну почему бы вам этого не сделать? А чего она от меня ждет? Может мне нужно дойти к ней с этой стороны и что-то забрать у нее? Да. Пока нас не засекли, не будем светиться. Пока нас не засекли, не будем светиться. Хорошо. Надо было глушитель на снайперку поставить. А ты пока достань униформу. Принято. Мы на связь из жилого отсека. Внимание. Рядом противник. Все данные на экране. На каком экране? О, я могу дверь наконец-таки открыть. Это хорошо. Чисто. Сдем приказом. Ей! Так, здесь по-моему тоже нет глушителя. Чёрт. Слава богу, они не знают, что мы здесь. Что за... Пойдем. Спи. Спи, родимый. Стелс. 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 Я всю жизнь готовился к этому моменту. Стелс. В казармах чисто. На вражеских частотах тяжело. Главните, стелс. Продолжаем в том же духе. Я похож на росомаху в гостях у бабушки. Прикольно. Росомаха в гостях у бабушки. Это... Нет, подождите, после гостей у бабушки или до гостей у бабушки? Прошел. Ситуация. Вау. Костюмчик новый. Неплохо. Как будто что такое. Новое оружие. Это хорошо. Костюмчик нам теперь, я так понимаю, новое оружие показывает. Оружие, которое мы не брали до этого. Ох. Оу. В форме меня никто не заметит. Ох. 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 И что мне тут делать? Дальше что? Мне выйти типа на улицу? Внутри. На улице. Лешкин матрешкин. Сколько здесь народу? Выкидки на улицу? На улице. Если откроешь огонь, я заглушу связь. Требуется диагностика пищевого управления огнем. отключить пост охраны надо наверно вообще сначала все посты охрану отключить привет ребят еще есть посты охраны что я так подозреваю что перестрелка все равно начнется рано или поздно а щейки так он один я думаю сейчас его можно уже убить цель ликвидирована забрать его удостоверение хорошо да не поставить не пистолет верни мне вот интересно есть я вот это круто режим парный пистолет интересно сколько быстро они стреляют я так понимаю что в один из них с глушителем остается хмик хитман какой-то начался с переодеваниями да кстати круто угадал так отключаем еще один пост охраны я надеюсь что их всего по одному в каждом это каждой комнате и больше они мне не будут никаких проблем доставлять или откройте пожалуйста спасибо здрасте до свидания принято что мне тут нужно сделать лестница хорошо так атмосфера и гравитация готовы ухожу я в порядке отрубай жизнеобеспечения о я убил вице-адмирал неплохо мне нравится принято и дух запасной бегите помогайте им вы же меня стрелять не будете да вы же меня не узнаете пока я тут блин наверно это было бы сложно пробираться через них всех вообще вот так кстати так вот следовать за яйцами зачем мне за ним следовать-то ли это кто-то из наших и что ай упс андрея горлюкова я убил прежде чем померять самому ну да ладно привет вася привет код сворд как твои дела как жизнь иду к тебе противник на хвосте так вот это я пожалуй тоже отключу на всякий пожарный переключусь в режим двух пистолетов сейчас я всех буду разбирать батька так граната долго же она взрывалась так давайте пополним весь бы запас почему бы и нет какое у меня там второе оружие что это за оружие это трубовик что ли или нет что у него с прицелом так давайте щейку отправим слушайте что это за оружие это дробовик что ли какой-то да что что не так то у него что-то совсем с прицелом все плохо это просто делаем вот так почему бы и нет куда идем-то открывать это плохо прикрываю что ли по-моему хорошо прикрываю разве нет так этих убили давай открывай дверь так как же медленно проходит осознание что это дробовик ну это не дробовик он просто как-то прям вообще вниз совсем стреляет там прям совсем с прицеливанием все плохо и там не разбросы даже там просто вот два патрона они летят в землю я не знаю почему куда мужиков засосало в которых вася стрелял их засосало в космос не поверишь видишь бои в космосе все дела что я куда-то не туда нажал умри дядь я сказал умри где тут еще должен быть вот ты тоже давай оп давай вот тебе гранат без проблем от меня подарок забирай не за что можешь не возвращать там у меня опять все патроны поделись мне куда вот на этот корабль или нет нет не на этот корабль мне вот на этот корабль садись и поехали кстати в хитмене была подобная миссия возможно устранение цели с помощью газодезинфектора кто играл поймет видно разработчики вдохновились ею ты права панда ну может быть отлично приближается еще два на высоте так да что ж ты будешь делать то то чувство когда стреляешь на упреждение но не попадаешь странные чувства не правда ли да куда вы все делись то вот ты давай умри так полетели за этим пытается он меня избавиться не получится или получится не знаю еще можно просто делать вот так вот и не попасть ни одной ракетой замечательно да когда ж ты уже да хватит наконец-то ай ай да хватит от меня прятаться фух так пора вернуться на возмездие садись давай садись я в тебя верю Вася включил антизасовывающий антизасовывающий засасывающие поле просто да да мой любимый фрилансер вернулся правда не совсем так как я ожидал ты про кого корсворд расскажи-ка ну-ка кого ты тут фрилансером считаешь что-то у нее сложности к заведению с геймпадом да не знаю к сожалению или к счастью но в шутер в основном я играю на клавиатуре с мышкой как наверное и большинство людей поэтому ну шутер на геймпаде для меня немного непривычно хотя в принципе я несколько шутеров прошел полностью на геймпаде плюс еще не забывайте что нужно какое-то время для того чтобы обвыкнуться к этому ко всему тут еще рассказывают новости про то как мы проходим ту или как мы прошли ту или иную миссию и что это для всех остальных значит неплохо фрилансер это топ игра в свое время одна из любимейших ну надо как-нибудь глянуть хорошо так сколько мы тут еще одного а вот вице-адмирала убили неплохо практически кстати вон ударную группу все убили половину разведгруппы убили и у нас кстати вон куча всяких это стратегической разведки осталось неплохо неплохо пойдемте проходить тогда доп. миссии дальше антизасовывающее поле почему бы и нет наконец-то в колде есть инновации ну будем ждать кстати подобных инноваций еще и от этого ассасина как обычно так найти уничтожить химическое оружие так вот здесь тут одну миссию мы прошли напасть на свалку сдf зачем мне свалка сдf не знаю вот здесь тут что эсминец сдf солис найти уничтожить эсминец противника неплохо так а здесь что вернуть похищенное орудие спасти спасти заложников что тисминец противника здесь мы уже прошли давайте попробуем пройти еще одну сюжетную миссию а потом можем снова перейти к побочным миссиям еще по проходить наша цель вася фрилансер залезил в 2003 году уверен что сможешь попробовать это стоит почему бы и нет мне вот например очень заинтересовала томба который очень сильно советовал позитивная сосиска по моему если не ошибаюсь мне он кстати очень понравилось если у меня будет время то я бы прошел до конца полностью ключ на старт начинаем прыжок даю сигнал прыжок через 3 2 1 оп как расчеты смещение точность 0,86 можешь вернуться на курс попытаюсь нагрузка на корпус мы покойники 9 к тому что нет 1 к 9 что да 100 на входе 9 к тому что нет 1 к 9 что да 1 позитив другой негатив понятно не составляет точка 0,5 удачный прыжок на ТАСКРОГ вот сопроводите его в арсенал есть мое неплохо небольшое отклонение от курса все хорошо штаб сержанта Марвара в арсенале сейчас я вас провожу по нем испытание огнем пожар топливной башни будут еще долго вспоминать на борту или дома связь вероятно будет неважной надеемся что разберем надеемся что разберемся ну хорошо за мной сэр идем у тебя там все хорошо командир при каждом прыжке вылетают клапаны давай купим новые день и ночь латаем сэр может может новые купим окей ладно хорошо ну и почему дверь не открывается окей так все еще будет только на полном ходу капитан мы тут вооружаем пехоту для титана через пять на полетной палубе не буду мешать нужно подготовить для вас карабины спасибо ох тут вот дима напоминает то что это актер который играет последнего сына марса в сериале супергерл ну да это он же ну там он прям суровый-суровый а тут он вот по-тихому с мягчинкой скажем так мягко самое лучшее в этом что СДФ тогда разрешения не просил вот и мы сейчас не будем мои шакалы уже на готове действуйте так как на луне и это место наше горд служить сержант гордость служение стопроцентная брехня рейс на первом месте должно быть задание это ясно но уверен сержант отлично знает что слово гордость прописано в присяге ну у меня есть один вопрос к игре почему старше позвание идет в бой на передовую ну тут первая еще Мерси об этом говорилось что он как бы не по своему желанию стал капитаном а потому что все выше его ранга мы просто были убиты или умерли так или иначе он решил что вот сам будет ну то есть его назначили на должность но при этом он решил что сам будет участвовать во всех миссиях сержантников очень уважает еще бы он их не уважал итан ты в деле иди на ворон 2 командир приготовил для вас лучшее снаряжение ох для нас лучшее снаряжение приготовили не хочу я оне дай мне мой старый добрый вот он дсм-8 это все таки дробовик странно он какой-то ну ладно пистолет и пулемет давайте все таки возьмем пистолет пулемет наш любимый фрш-40 он же п90 тепловизор зачем мне тепловизор зеркальный гибридный скаут ну эти зеркальные наверное возьмем что нам нарезной ствол так нарезной ствол тоже кстати неплохо бы было и наверное переднюю рукоятку почему бы и нет вот это возьмем глушитель на снайперке пускай тоже будет идем в бой эти зевки Василия описывают игру лучше любой рецензии нет я зеваю причине того что мне игра неинтересна причине того что я к сожалению в последнее время не высыпаюсь из-за личных обстоятельств но ничего я думаю в скором времени я смогу высыпаться игра мне достаточно интересна так что не надо мне что за проблемы с полетом вокруг титана все бывает первый раз я так понимаю что мы вот на этом полетим да давайте уже садись а мне вот сюда вот хорошо полетели фигля а 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 бот со мной да аж целых 2 не поверишь а а бот зачем прикреплять все нормально ему же там перегрузок никаких у него вроде не должно быть трясти его тоже не должно а а а двигатель то вообще запускается начинается а вот ешкин матрешкин какая тут крутая погода слушать а мне нравится парни внимание и и он идет с нами я лично ручаюсь за этого железного мерзавца он один из нас ну он один из нас окей какая позиция в мс насчет перестрелок высылайте десант ахахаха это вам капитан кассива ты как так кассива ну да там треска должна быть знантная хотя там на перекрыске наверно должно быть нехилая десять секунд давайте десять девять восемь семь шесть пять четыре три два один и мы не высадились чувак мы не успели в десять секунд давай прыгай прыгай давай мы не успели мы в десять секунд десять секунд прошло что ты мне тут еще рассказываешь да прошло уже десять секунд прыгай прыгай давай ну прошло уже десять секунд давайте ребята наше время истекло ну ладно ты ничего не понимаешь бог как человек как друг да все роботы по имени чай посмотрели я так понимаю да так и куда нам но вниз что-ли на нет нам вверх прошу этот стан не тот не стан интересно нам секретик за водопадом есть мы будем проверять яблочко недалеко упал достаточно далеко я стараюсь не винить его что-то есть это он все-таки там у него пускай все и шутят но судя по всему у него есть какой-то разум внутри него то есть он не просто робот там наш это не капитан я не помню в каком звании он находится но шутил на тем того что у него там фермер якобы мозг фермера но судя по всему него там это не фермер ну то есть у него там вообще какой-то разум есть потому что вы сами видите что он любознателен но он шутит пытается шутить и это явно не заложено программой поддержи их то есть вы хотите сказать что нам сейчас вот этого робота уничтожать до монитор может отслеживать осторожность врага за теме скалы ванны вас не видят внимание разведчики справа понял рассредоточимся капитан не светитесь капитан воу капельки прям на этом ах ты мишки матрешкин кажется это было не очень хорошей идеей да да было очень плохой идеей на роботе держится весь юмор но я бы не сказал что прям весь и поддерживал юмор там есть так подождите там и там меня и меня забыл и там да мне не забыли меня бросили вообще робот есть если я у них кину а у меня только шок граната а нет можно тоже так что будешь делать то робот по-моему опять на меня пошел если не ошибаюсь да дождите а со спины вообще мой адрад или не мой сейчас появился что вообще происходит привет хорошая игры привет максим 747 руси и тут спасибо же их оставайтесь давайте просто пойдем за этим мужичком уже цель уничтожено прощать а не вот этого сняла держитесь капитан так я видимо все делал неправильно в первые два раза у нас тут опять стелс так убираю его молодец идем дальше нет не видел давай я его уберу готов берегите срок ну еще бы ты не советовал с ним встречаться подожди а ты куда делся то куда наш братюнька делся что я его как-то потерял робот вроде прошел буду надеяться что я иду правильно нет куда ты не туда я пошел нет робот нет ты меня не видел развернись иди в другую сторону да куда мне я братю не потерял ребята вот тут братюнь моего не видели я хоть туда пришел кодзима там есть кодзима да а вы думали слушайте подождите он уже здесь вот был ему больше некуда было деться подождите подождите а вон там да там мои ребят я не туда даже не увидел все всех сняли отлично идем дальше спасибо за помощь напарник режим штурмовой винтов так уничтожено теперь чисто идем дальше еще прямо по курсу несколько и лишь капитана не обнаруживает себя хорошо я понял но если я вот того вдалеке с мое обнаружить себя тут просто мимо пролетала готов да мне его именно нужно было снять так куда идем-то ребята ну бросай ну все вроде всех разобрали давайте открывать что-то что-то такой наивный в прошлом вася рекордсмен по прохождению на стриме он прикидывается нубом ради фана ну не знаю на самом деле я уже давно не играл в шутеры на геймпаде поэтому у меня реально сейчас порог вхождения достаточно долгий сейчас стараюсь к нему привыкнуть но как видите пока что все еще не так хорошо как хотелось бы пробирайтесь капитан да стараюсь я тебя вообще жду когда ты тут пройдешь давай идем уже вова 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 хорошо хорошо жду да вижу там на взлет пошли на взлет пошли на передаю возмездие рейдер один один посадочная площадка защищена нужна артиллерия площадка защищена но артиллерия нужна неплохо так так щейки у меня сейчас на данный момент максимальный запас ну и чё мы будем всех убивать поехали так что-то тут как-то все не очень хорошо да хватит уже бегать-то бегают они там прячутся вы думаете вы от меня спрятаться сможете я так не считаю там по-моему кто-то сверху был по мне откуда сверху шамаляли где вы выходите нет не вижу так они просто хотят чтобы я с ними поговорил ладно на самом деле пули таки падают при нормальной гравитации ну в смысле таки падают ну пули рано или поздно падают даже если вы стреляете в воздух да васяк ты служил нет я не служил почему противники антиграф поле превращаются в щеночков а почему противники в антиграф поле превращаются в щеночков не знаю так так надо ой вы мне дадите таким роботом поправлять давайте я согласен в смысле в нем кто-то уже сидит выходи 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 освободи мне робота двери хоть сломай мне я пройти мог дальше пуля очень даже резко начинает так относительно горизонта в определенный момент ну да учитывая что есть какая-то атмосфера то скорость пули снижается относительно того насколько плотная у нас атмосфера через какое-то время пули в любом в любом моменте ну не то что упадет на землю по касательной конечно это будет происходить но все же через какое-то время ее скорость настолько снизится что она просто упадет ну не считая всяких снайперских винтовок где там уже скорость пули намного выше при вылете из дула поэтому там все совершенно по-другому нет кунацер запускается сэр да так система наведения c12 атаку разбирай всех я тут посижу ты же не против а вот с такого расстояния кстати уже это нужно три пули на то чтобы убить противника здесь что намного меньше нужно в голову да но я просто мне не попадаю поэтому откуда же мне знать то так там правда перезарядились ракеты но у нас принципе 10 человек осталось поэтому давай взламывать следующие ворота и идем 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 так я понял это не то что я хотел и это не то что я хотел кажется кажется его уничтожено нет мы уничтожили этот наш да это на что-то отсюда побольше цели смогу захватить давай уничтожай уничтожитель 3000 идем дальше да где вы вышел в лобовую их противника такой да где вы чего вы что вы стреляете ребята я же так вам на чай пришел так где тут где они люди а он там повыше кто-то был по-моему и его нет а это наш замечательно просто великолепно именно этого я и хотел там внизу наш да наш так ракеты там вроде должны были восстановиться и меня убили так а я вот лично играл в игрушечке служа в армии да я знаю у меня много кто из друзей тоже рассказывали о том что спокойно при службе не только в игрушечке играли в соцсетях сидели и что только не делали вот вася этот код на плойке 1080p 30 fps ну вот на экране если честно я сегодня когда вот напрямую телик подрубал там даже было 60 единственная проблема да у нас наша карта захвата у меня только в 30 fps вот но мне кажется что 60 fps она да выдает и без всяких проблем подвисаний и тому подобное плюс дома вот когда в пятницу я вам стримил вы же сами видели там по моему даже на стриме было видно что 60 fps практически стабильные да и вот дима подсказывает то что запись на ютубе 720p правда но 60 fps 720p это вот просто стриминг не забывайте то есть игра у меня была full hd да плой плойка просто вот старая по крайне ну как старая то обычная версия не умеет full hd и стриминг к сожалению я тогда стримим напрямую спой что это такое это не то что эм что это за граната такая странная блин классно круто технологии все дела да гранат с монтажной пеной ну она тут не только с монтажной пеной да нет нет это не та кнопка которой я хочу убей всех робот я знаю ты справишься перезарядись да прекращай уже сам то в робот стрелять это ж твой союзник все убили так двигаемся дальше братюня двигаемся дальше так опять не то что я хотел сделать а вот это уже то так тот справа по мне стреляет так вроде все я смотрю у нас тут офигительные споры на тему того как должна лететь пуля в антигравитации и тому подобное научные споры немного физики с василием на стримах почему бы и нет я не знаю что конечно плохо помню все из курсов физики потому что учился уже достаточно давно и мало что припоминаю но что то еще помню и могу вам кстати подсказать о так еще не так давно кстати помню что просили помогать ну знакомые просили там подтянуть сына по алгебре так что так что может быть что-нибудь даже вам упало не смогу выдать почему бы и нет слушайте что то кстати миссии сюжетные достаточно долгие что кстати не может не радовать и причем они не однообразны сложность нормал то есть не самая легкая да опять не та граната да что ж ты будешь делать то ладно не те гранаты у меня вроде закончились так это свои я его уже в рукопашку хотел мочить тут скорее баллистика ну да кстати даже не физик в основном а именно баллистика так у меня кончились патроны ребята я бы не отказался если бы где-нибудь был ящик со всеми патронами потому что поднимать их поднимать оружие трупов я не очень хочу у них оно не очень ну ладно видимо придется ну кстати с трупов автоматом поднимаю ну не с трупов а вот то оружие которое просто валяется а с них автоматом патроны подбираются понимаю так а где мой робот то вот он давай открывай эти ворота да хватит на меня наступать я понял что я зря это делаю но давай уже так это робот противник пули не могут прощинить вред c12 давайте возьмем брандомет например нет в смысле нет боеприпасов я только его взял ну че прикалываетесь что ли и где мне теперь брать боеприпасы да хватит по мне стрелять то уже сколько можно на должен быть а вон ракеты вижу бегу да хватит за стенки цепляться давай бери здравствуй робот здравствуйте мистер робот я не хотел вас обижать честно я сюда пришел просто чтобы не знаю я вообще вышел в магазин за печеньками а тут видите что происходит мистер робот я же совершенно не хотел ничего я ж не хочу вас обижать да а они все там же весаются понятно берем еще перезаряжаемся еще раз забираемся вот сюда вот так все минус одно оружие можно запрыгнуть воу 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 вся круто еще его щас так уничтожен что ли полностью получается о после это круто Блин, офигительно. Да, про Вторую мировую. 441-е. 441-го года. 4041-го года, ага. Именно. Фух, робот уничтожили. Они перебили вот всех этих ребят. Нормально, я думаю, гранатомет мы можем здесь оставить. Скорее всего... Он нам даже где-то... Нам его где-то дадут, я думаю, если он вдруг нам понадобится. Ой, наш робот вдруг быстро ожил. Окей, хорошо, я тебя понял. Эта миссия с тренагами из Half-Life 2. Ага, именно она. Следующая часть по Второй мировой. Ну вот наша следующая, не знаю. Скорее... Следующая часть. Ну, даже не знаю. Это уже сложно предполагать, учитывая, в какую стезю уходит серия Call of Duty. Вполне может быть, что там будет какая-нибудь гражданская война. Или гражданская война в будущем. Может быть, уже инопланетян каких-нибудь придумают, покажут. Ну, да есть неизвестно, чего ждать от создателей серии, потому что вот эта группа, видите, меня реально удивляет. Удивляет боями в космосе, которых до этого никогда не было. Удивляет динамичным сюжетом. К сожалению, я очень много сюжет пропустил в предыдущей части. Но вот эта вот серия меня удивляет и мне нравится. Так. Здравствуйте, адмирал. Сдаться не про меня. Мы не подохнем на коленях. Не здесь, нигде ли вы еще. Нужно скорее уходить, пока потом не вернусь. Мы останемся и дождемся авиаподдержки. Нет, я хочу видеть флаг на той башне. Я хочу видеть флаг на той башне. Ну, у нас все. Выдвигаемся с теми, кто есть. Как вы ведет? Вы уверены, что сержант? Так, точно, сэр. Наша задача – взорвать топливную башню. Наша задача – взорвать топливную башню. Ну, идем, что? Быстрее! Витам, открой, шлиф. Есть штаб-сержант. Откройте мне двери, пожалуйста. О, лифт. Поехали на лифте. На лифте всегда весело кататься. Лорд-командующий, да? Лорд-командующий. А может, средневековье? Ну, кстати, тоже было бы круто. Что-то вроде Чивари получается. Только в серии Call of Duty. Такой супер-мега-динамичный Чивари. Ну, не знаю, странно. Либо уже про путешествия во времени, и как там кто-то из будущего отправился в средневековье. Кстати, тоже было бы круто, наверное. Но вот, к сожалению, у нас остаются только догадки. Ну, я тебя понял. Мне хана. Моей семье хана. Лучше сдавайся. Как скажешь, Джон Сноу. Шок, колда. Это сиквел «Игры престола» Джон Сноу до сих пор жив. А вы-то думали, в сказку попали? Куда мне? На корабль. Хорошо, спасибо. Здрасте, мистер робот. Летели, мистер робот? Нам нужно просто в одну турбину просто выстрелить. Все должно быть прям... Дальше Скорс правил. Надеюсь, что я как раз далечу. Понял, что все же. Готовь боевой раскрас, Рейс. Блин, круто. Причем реально миссия достаточно... Ну, не просто достаточно, миссия динамична. Причем динамична настолько, что тебя постоянно вот... То с роботом ты борешься, то еще с кем ты борешься. То вот самолет тебя обратно пересаживает, то просто перестрелка. То там у тебя патроны заканчиваются, давай ищи новое оружие. То еще что-то. Вообще очень круто, на мой взгляд. Мне такой вот подход в шутерах именно как... В шутерах сюжетных очень нравится. То есть это заставляет держать тебя в тонусе. Не просто заниматься, вот грубо говоря, одним делом, какими-то своеобразными пострелушками друг в друга, прятаться там в одних и тех же укрытиях, и ничем особо не заниматься. А тут вот прям... Динамика очень хорошая. И очень веселая. Вот честно. Как по мне, вот эта колудить очень хорошо удалась. Она прям хороша. Так, я так понимаю, что мне просто кого-то нужно защищать. Пока они там то ли что-то захватывают, пытаются уничтожить. Что же ты будешь делать-то? Захват сбит. Великолепно. Кем? Куда... Куда воевать? Так, можно мне обычное вот скорострельное оружие, пожалуйста? Я не понял, правда, в какой момент оно переключилось. В какой-то момент оно переключилось. Что там? Семь листинный турбин. Да без проблем. Ты можешь открыть турбину изнутри. Давай, приземляйся. Да лечу я, лечу. Подожди ты. Ой. Я не хотел, честно. Все, давай. Ну и... Как мне приземлиться-то? Вот посадка. Давай, садись. Ух, я у мамы пилот завездолета. Да, почему бы и нет, Котсворт. На... Прикрой. На два шага впереди тебя, проник. Побегали, полетали, кино посмотрели. Словом, побегали и полетали. Постановка сюжетки неплохая, интересно. Ну вот я про то же говорю. Не просто неплохая, она динамичная. Ну вот, что я хочу сказать. Так, стоп. Ай. Ох, надо было запилить эту колду на базе Новоманска. Не знаю. Там все взорвали, я зря по ним стреляю. До свидания. Как всегда. А еще разок, если... А нет, ты уже помер. Да хватит стоять у меня на... Прицеле. Здравствуйте. 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 До свидания. Так, а перезарядка можно? А, она сама вроде перезарядилась. Хорошо. Он там где-то сверху стреляет. Кстати, мне вот интересно, что очень сильно, кстати, сбивается прицел, когда в тебя попадают. Он даже не просто сбивается, ты просто вводишь его в другую степь, можно сказать. Так. Как тут? Вот еще не дайпли. Такий полулежащий. Умри. Отлично. Отлично. Идем дальше-то. Так. Я представляю себе эту картину. Солдат в броне. Которую не пробивают ракеты против мечей. Ну вот, кстати, было бы интересно. Тут даже не то, что против мечей, а против вот стрелковых, ну, то есть луков и тому подобное. Я вот, кстати, не знаю, в этой части Call of Duty есть ли целый лук. Потому что это единственная причина, по которой я покупаю в последнее время игры. И это именно та причина, по которой я куплю себе... Ну, вы поняли, эксклюзив. Один очень интересный, который выйдет совсем скоро. Так. Что такое? Щечки. Мне показывают щечки. Так. Контролирую прицел, тащить его надо при стрельбе. Ну, я понял, да, его нужно немножко отодвигать в сторону отдачи. Ну, в смысле, в обратную сторону от отдачи. Воу! Так вот почему-то чувак, который стоял совсем рядом, не умер. Да, тут правда нехилый такой разбросок, на самом деле. Разве не в это окно? Ну, не мы, а вот наши братья, разве не в это окно стреляли, чтобы всех разобрать? Мне почему-то казалось, что именно в это. Подожди, у тебя там бочка вот сзади. Вот, все. А что, ты умри? Я сказал, ты умри, а не я умри. Что началось-то? Ох, да. То чувство, когда тебя называют незнакомым мужиком. Так прикольно. Вот теперь вроде все. Или нет? Отключить защиту турбин. Ты сейчас, да подожди ты. Да. Че? Вот, открыть. Открыть турбину. Вот все. Значит, турбина отключена. Почему никто не жалуется, что полобойна с автоматой и два удара прикладом равносильно по урону? Ну, режим-то не реалистичный, поэтому, в принципе, нормально. Кстати, в этой части Калавдюйси добавили реалистичный режим, который, по-моему, там, ты умираешься на у патрона, противники там. Ну, то есть, такой, Dark Souls-мод, как у нас, по-моему, новостники его назвали, и там, реально, то есть, попадает в ногу, ты начинаешь хамать, попадает в руку, ты оружие плохо держишь, оно у тебя больше шатается, попадает в голову, там, сразу помираешь, там, или тратишь одноразовые эти, как шлемы, которые один раз тебя защищают, и все, я куда-то не туда пошел, а не туда, видимо, все-таки, взлетаем, ну, и, садись, садись, отлично, стример, представься уже, а ты, а сегодня никто тебя не знает, да, конечно, никто не знает, да, в расписании я не написано, что самое интересное, интересное, никто даже не может догадаться, как меня зовут, и что у меня за фамилия такая интересная, ладно, я, кажется, немножко не вписался, благо, прав у меня нет, вы не можете, можете не беспокоиться, спокойно выходить на улицу, да, друзья, так, Вася, компания, сколько времени занимает, я не буду утверждать этого, потому что не знаю, я где-то слышал, что 7-8 часов, но, я так подозреваю, что это она занимает без прохождения доп-мисси, то есть чисто сюжетка, наверное, но я не утверждаю, если кто-то подскажет в чате, то лучше вот у них спросить, у тех, кто прошел, сколько они потратили на полное прохождение сюжета, но мне нравится, да, что здесь вот есть всякие побочные миссии, которые тоже сделаны офигительно интересно, они своеобразные, каждый имеет какой-то свой элемент, свою ниточку для прохождения, то есть, каждая своя, вот последняя, вот меня очень удивилась, осталась с прохождением, с переодеванием, в другие кассеты ума, возвращаемся на базу, ну, старт, внимание, марш, давайте взлетать, тут уже даже делать ничто не нужно, а ведь точно в расписании нет, это обман, адрес, номер телефона, карточки, пин-код, да, спойлераст, вот, держи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, кажется, такой у меня номер кредитки, Аня, там еще 1, 2, 3, 4, на конце кажется, вот, и еще, пин-код у меня 4, 3, 2, 1, вот, от CVC, 1, 2, 3, или 0, 1, 2, 3, ну, в общем, попробую то и то, я уверен, что рано или поздно ты подберешь. Я думаю, это Василий Копейкин, почему грустный смайлик тогда на конце, расскажите мне, пожалуйста, ну, просто, мне на самом деле интересно, интересен конструктив, если, есть конструктивный комментарий, там, почему я не нравлюсь, или почему там не нравится то, что сейчас вот происходит на Твиче, мне это интересно, я хочу сделать наш канал на Твиче вам максимально интересным, максимально интересным, но именно для всех, поэтому я стараюсь выслушивать все возможные предложения, комментарии, которые сейчас на данный момент есть. смысл-то они улит... то есть они меня кинули, спасибо, ну, кажется, это все, это не просто тревожные новости, я тут, кстати... все плохо из джойстика, джойстик умирает, нужна подзарядка. Моя задача это выкатитана. Кто это сказал? Моя задача, что вы? Сэр, расходный материал. Нет, нет, ты мой брат, Итан. Радговарящий брат, робот. Слушай, говорящий брат, робот? Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Тогда я красивый, а вы умный. Топовый робот, мне нравится. Слышите, мне нравится этот робот. Ну, для тебя ты, может быть, и все, да, капитан. Он тоже боится. Подождите, ну, то есть... Ну, то есть, вы тоже это слышите, да? То есть, у этого робота присутствует множество чувств, кроме вот всяких присущих для человека интересу. Он, видите, боится, он говорит. Ну, это явно какая-то непродуманная система искусственного интеллекта. Скорее всего. Хотя, может быть, ну, не знаю, нужно доиграть все-таки сюжет, потому что... Так, сиджай. Ох, нас спасли. Матрос. Теперь уже мы матросы. Слышь стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайан Линк. Он ценит артигры. Ну, это сиджай ролики, Тим, да. Дим просто говорит, что офигительно выглядит в ролике. Ты такой, привет. Я помню все, что ты мне говорил. Я красивый, а ты умный. Кто связался с вами? Лейтенант, она запросила у адмирала спасателей, но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Раис не отобрил эту идею. На войне нет, друзья, Раис. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Ты сначала проходил, там сказали, что у него в мозг фермера. Ну, вы не забудьте, там он сказал, что он шутит. То есть, чувак, типа, да что, серьезно, что ли, решил? Он же, ну, сказал то, что он шутит, и там нету никакого мозга. Ну, то есть, то есть, там, шутил он насчет мозга, но при этом, как бы, судя по всему, не шутил. И вполне возможно, что там мозг даже не фермера, а какого-то элитного бойца, может, какого-то подразделения. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Идем, иди к маг, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Давайте, видать, мозг фермера понял в переносном смысле. Я же говорю, я понял, это не в переносном смысле. Там же вот этот вот последний, последний сын Марса сказал о том, что, типа, ты что, реально, что ли, подумал? Что, серьезно, что ли? Не думай так. Если я правильно понимаю, то это уже не наш корабль. Ну, пойдем. хотя он выглядит практически так же. А, нет, это нашка. Это нашка. Ну, видимо, так заканчивается наша миссия. Давайте. Подозреваем. Здорово! Ты как там? информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист, соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть, соединяем. Ну, пойдемте, перетрем один на один. С глазу на глаз, так сказать. Соуп. Соуп, да. Или капитан Прайс, да. Прайс, на самом деле. Вот это был бы поворот, кстати. Вот это было бы круто. Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему АТИС. Мы провели полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. До сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтера о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Раис. Поражение невозможно. Отбой. Спасибо. Я понял. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание. Ну, давай посмотрю, что там за данные на терминале, а дальше уже будем разбираться. Я все-таки думаю сходить еще на какую-нибудь побочную миссию, уничтожить какой-нибудь крейсер. Почему бы и нет. секретный инструктаж, касающийся военнопленного, захваченного в Женеве. После того, как против нашего флота применили АТИС, оперативник, известный как Райя, попытался уничтожить всю систему. Это могло лишить Землю защиты от воздушных атак. На данный момент неизвестно, может ли система быть уничтожена из другого места. Буду держать тебя в курсе всех изменений. Конец связи. Я понял. Хорошо. Это мы прошли, я так понимаю. Да, что ты об операциях? Это личные дела тех людей, которых мы встречаем. Хорошо. Давайте попробуем проходить все по бочке, потому что мне вот, кстати, интересно именно найти всех вот этих вот ребят, которых мы убиваем. потому что это интересная штука и интересно, как это может реально повлиять на сюжет, если мы вот прежде чем встретиться вот с этими двумя, разберем всех отстальных. Статус жив, и он в плену. Silent Scotch жив и не в плену. Потому что мне вот такие вот, ну это как своего рода такие, знаете, побочные собирашки. То есть, ну пока что это так выглядит. Я не знаю, насколько оно влияет на сюжет. карта обновлена и готова к использованию, капитан. Клавдуте? Это как в Need for Speed только Клавдуте? Да, именно так. Ну, вот. Давайте выбирать побочку. Это на сюжет не влияет. Эх, грустно. но все равно выглядит достаточно интересно. Так, сюжетный класс на Меркурии. Улучшение шакала особо важные цели две. не стошки эсминцы противника. Вот здесь насколько вернуть похищенное оружие спасти. Нет, я хочу все-таки поубивать вот кого-то из того списка, который у меня там висит. Здесь эсминец, а здесь, по-моему, эсминцы. Да, давайте вот сразу два уничтожим, почему бы и нет. Да, PlayStation 4 играем с геймпадом. Стоит покупать вообще? Ну, на мой взгляд, вот эту серию Call of Duty я бы, кстати, себе приобрел. По той причине, что здесь, кроме того, что доступна основная версия Call of Duty, то есть, смотрите, сейчас, в принципе, вот в этой части в цену игры входят сингл-компания, мультиплеер-компания, зомби-компания, компания-ремастера и мультиплеер-ремастера. То есть, на мой взгляд, вот все вот это вот в скупе имеет место купить. То есть, я себе вполне возможно приобрету. Да. Мне эта штука очень интересна. А сейчас, подождите, отмена я еще не посмотрел. А, это тут в основном, тут миссия в основном на корабле, я так понимаю, будет. Ассасин. О, вот это вот, кстати, прикольно выглядит. Шакал. Ну, я почему-то еще не все открыл, но да ладно. Шакал и давайте. Ну, да, все, наверное, выбрали. Подтвердите выбор. Мультиплеер компания, ну, компания в кавычках, но я имел ввиду, да, мультиплеер вам доступен, сингл вам доступен, зомби режим вам доступен, сингл режим ремастера и мультиплеер ремастера. Это точно, возмездие окажется в самом пекле. Выполнит допку с тихим вистом верхушки, топовая миссия со стелсом. Так я ее уже прошел, в самом начале стрима, вы видите, немножко пропустили. Когда вот переодевался там в другой костюм, и их в итоге убивал с помощью газа, если мы сходимся. Ассасин в этом году встроен кладить. Скорее Хитман, кстати, а не Ассасин. Да стартуй ты. Все, вылетели, отлично. Это на Nintendo Switch хорошая, кстати, шутка, как вот Сворд. У нас шустряки. Возмездие, лупите по эсминцам из всего, что у нас есть. Скор, приготовиться, атакуем. Дима тут скептически очень настроен к Nintendo Switch и говорит, что Nintendo Switch сама по себе хорошая шутка. Не знаю, меня как портативка она заинтересовала очень сильно. то есть если я себе все-таки не решусь и не приобрету Nintendo 3DS New, то скорее всего я все-таки себе куплю Nintendo Switch. Ну, конечно, не на старте, потому что на старте скорее всего там чего противник? Что там произошло? Критическое повреждение я что-то это запутался немножко. Шустряк SDF. Окей. Так, меня сейчас кажется уже окончательно уничтожит. Если я сейчас что-то с этим не сделаю, что вообще происходит? Кто меня так сильно бьет? Кто меня так сильно ненавидит? Ай. Сброс ловушек. Хорошо. Еще один корабль от меня ушел. Давай, 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 уходи, 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 уходи. Так, вроде оторвались. Правда, у меня критические повреждения все равно при этом. Так. Я тут что-то все кого-то не того уничтожаю. Да, мне все-таки проще ко всем пристроиться. В общем, стараться пристроиться ко всем сзади. Как бы странно это не звучало. Но что-то да хватит. Ох, меня уничтожили. Ужас какой. Когда захватываешь цели, форсаж бесконечный. Угу. Ай. Еще бы не врезаться ни во что. Так. Да что ж ты будешь делать-то? В космосе никто не услышит моих приключений. В космосе никто не увидит моих слез. Вот что я хочу сказать по поводу того, как я плохо стреляю в космосе. Да где он? Откуда по мне стреляют? Что-то я никого... А вот все вижу желтеньким. Они помечены. Это те, кто... Кого мне нужно уничтожить по... по миссии. Да. Мои основные цели, так сказать. как вовремя у меня перегрелись все оружие. Так, особо важное убили лейтенанта. Неплохо. Как Карл Дрога мне не показалось. Да он не Дрога. Убалим! Видите, что что-нибудь еще эти крейдер уничтожили. Что они нам сейчас мешаться теперь? Ааа... Так. Да где шустрики-то? Ай! Что это сейчас было? Почему оно влетело прямо в меня? Так, эсминца СДФ осталось вот их уничтожить. Ну, давайте влетели. Мне советуют не пользоваться ракетами. Пользоваться ракетами. Ну, как видишь, я именно сейчас на них и переключился. Так, у меня только перегревы постоянные. Что еще поделать-то? Работка-то не из легких. Можно уж немножко и погорячиться, скажем так. Так. Я постоянно из жестика слышу, как кто-то там на меня ругается. Ну, да, чуваки, плохо я стреляю. И что? Что поделать-то? С кем поведешься, от того и наберешься, как говорится. Поэтому вы тут это тоже шибко не ругайте. Можно подумать, у вас все хорошо всегда получается. Можно подумать, вы всегда хорошо стреляете. так. Кого здесь еще нужно уничтожить? Вообще то, что я уничтожаю эти пушки. Да хватит. Да, это уничтожает и сам корабль. Хорошо, я понял. Так, где там второй эсминец? Я в курсе, что осталось всего один. что поделать-то? Что поделать, как говорится? Да хватит меня ракетами стрелять. Сколько можно? Уничтожьте вашу вот эту артиллерию. Она мне только мешает, честно, ребят. Сколько можно? Сколько у вас там еще ракет? Взлетай. Давайте все-таки наверное уничтожим вот эту основную штуку, которая стреляет ракетами. Здесь это возможно, конечно. Я так понимаю, что сам корабль просто периодически выпускает ракеты, поэтому уничтожим весь корабль. Почему бы и нет? Старшего лейтенанта Аттилу Залани и убил? Неплохо. Неплохо. Так, а вот что здесь еще красненько осталось? Неплохо. а это остатки того эсминца, который я уничтожил. я понял. Иди, чувак. мостик закончил. Так, тема плохих русских выборов не актуальна сейчас. Она актуальна на выборах президента в США. Да, в играх она уже перестала быть актуальна. На выборах президента США еще актуальна. Ракеты, ааа, ракеты, которые я выпускаю в цель. Нет, я понял, я не про ловушки, я имел в виду вот эти вот второе свое оружие, которое я переключил с там же. Ракеты, они тоже называются, если я не ошибаюсь. на эсминцах захватываю оружие. Хорошо, буду иметь в виду на будущее. А вот и наш отличный маневр, сэр. капитан снова у руля. Сборщики уже заканчиваются. Хорошая работа. Давайте посмотрим, насколько мы там мафию убили, но убивали. Ну, не на много всех прибавилось, но вот один у нас остался еще из разведгруппы. И, кстати, очень много стратегической разведки осталось. И вот одного мы из кадра пояс астероидов убили. Ох. Еще, кстати, не так уж и много народу на самом деле осталось. Давайте двигаться дальше. еще одну побочную миссию я думаю выполним, потому что сюжетно у нас достаточно долгий, а вот побочки я думаю достаточно быстро мы сможем с вами пройти. Найти, уничтожить химическое оружие. Вот здесь кстати еще она появилась. Устроить засаду на штурмовиков СДФ. Давайте попробуем устроить. Давайте сейчас еще посмотрим, что еще появилось. эсминец это уже было, это по-моему спасти заложников и вернуть украденное оружие. Ну давайте вот тогда вот наверное вот это выполним и я думаю на сегодня закончим сюжетом. Не знаю продолжим или нет, в следующий раз у нас уже в четверг по-моему если я не прав посмотрите в расписании будет ремастер Call of Duty где вы вместе с Дмитрием Шепелевым посмотрите ой не та кнопка простите я к сожалению сейчас ничего не вижу сейчас все починим по-моему вот это вот нет не это вот это вот да вы ничего не видели так продолжаем подтверждение выбора фух по бочке пройдены все они быстро проходят сюжет короткий но насколько он короткий то есть вот я сейчас прошел получается ну вы видели какую часть сюжета я прошел это получается середина или как если середина то да он достаточно короткий если это где-то треть а то и меньше то на мой взгляд вполне неплохой сюжет и не такой короткий так куда ты убегает он от меня стой стой родимый куда ты до свидания так следующий сэр приближаются истребители противник сон принято за ладимым шар хватит меня ракетами гуляться он уходит что ли давайте давайте нет давайте уничтожим пожалуй все возможности к вступлению сколько вас тут отлично уничтожим ладно как только свелся меня уже сразу же сняли блин прицеливание бывает что подел да не в него я хотел прицелиться я хотел вот эту вот штуку уничтожить надо в меня больше ракет допускать хватит меня цели на 11 да не надо хватит все хотят меня уничтожить почему почему они же хорошие уничтожить да хватит да хватит умри умри где-то там да что они прям в меня-то летят да они прям аса слушайте так остановиться я не понял что сейчас произойдет вот да что ты будешь делать то сколько же их здесь то еще минус 1 отлично так принято шустряк сдв уничтожен неплохо и катер еще остался где-то там вот кстати при этом почему-то никого из вот особо важных мы не уничтожили как-то странно должно вас заметить обычно вроде даже вот самолетики вот эти мелки уничтожаешь там кто-то может попасться а тут что-то прям вообще никого да хватит все отлично он там как раз последний не последний их двое должно быть разберемся с ними захватывает один раз попали ай нихрена си он блин а вы говорите сложность о убили все-таки подполковника Дамьена так а где-то еще один нас должен быть вон он я научился целиться в этой игре кажется по крайней мере в космических штуках но это кстати не так уж легко производить на гвоздики ес и еще лейтенанта Серджио Жиля уничтожил неплохо чисто можно я думаю уходить вызов бесплотника снабжения приближается бутла приблизился давай ставь мне вот это все а я его призвал только для того что он не ракеты классно вовремя как раз у меня миссия закончилась я себе ракеты еще заказал почему бы и нет давайте все хватит я приземляюсь ребят все сейчас напоследок еще раз посмотрим сколько у нас людей еще из наших противников осталось убить привет blackraven 284 к сожалению под самый конец стрима пришел вот мы уже заканчиваем заканчиваем покажу может конечно просто из-за того что у меня дома не был под не был подключен VR именно поэтому она мне не показывалась так yes мы уничтожили всю ударную группу статус мертв статус мертв статус мертв а нет еще одного не уничтожили остался один из ударной группы остался один вице-адмирал один человек из развед группы очень много стратегической разведки эскадра пояс астероидов вообще практически только одного убили и один эскадр внешних планет ну неплохо что половину практически вынесли очень даже неплохо основных вот генералов там уже повыносили ладно друзья будем заканчивать на сегодня с этим давайте сейчас вот выйду в главную меню покажу вам что есть миссия левиара нет не здесь в сетевой игре что ли упс простите бывает такое сейчас все вернется там обновляется игра сейчас я просто хотел показать что есть внутри миссии для виара вот но я к сожалению даже забыл где она вот да вот в понедельник попробуем с вами мордор warfare ремастерит давайте посмотрим компанию от выбора операции нет не выбери операции нет я просто ее помню что я ее где-то здесь видел по-моему она шла не отдельно но она прям как дополнительно шла загрузка обновления вот только позавчера проверял обновление так ладно в общем друзья поверьте на слово здесь есть VR-миссия она доступна прямо в игре для playstation VR она вроде как тоже доступна давайте на сегодня заканчивать к сожалению спасибо вам что смотрели спасибо что все это время были со мной спасибо что комментировали задавали свои вопросы извините если кому-то не ответил на ваш вопрос постараюсь не знаю что постараюсь в будущем больше обращать внимание наверное на чат все-таки не на игру сколько смог столько смог спасибо вам и до скорого я думаю до завтра